всем привет с вами артур и женя и сегодня то что вы любите наш любимый энди спица новиночки как всегда каждый год в это время они выдвигают что-то новенькое и сегодня заказали 7 позиций заплатили 665 лей как бы по-моему это много шестьсот шестьдесят пять лет раз два три 4 7 позиции то есть группа говорят каждая позиция 90 лей среднем как так эндис как так эндис это же новинка это же пробнички так здесь у нас посмотрим по традиции спицы созвучие пицца бьянка дожился до того что взвешиваешь стакан 110 леев 550 граммов она должна весить 694 грамма минус 100 за коробку получается 594 здесь у нас даже перри т.с. шикарняо красиво-красиво-красиво-кри бочки много сыра и я начинал скорее всего это какой-то это пройдет бекон тесто фирменная очень много начинки хорошо по запаху соус и сыр очень хорошая пицца тоже я тебе хочу сказать что в первую очередь охрененный корж очень крутое тесто и у основания и у серединки во вторых очень клевое сочетание как будто прям много всего вот этот сливочность грибочки не мешает но не есть причина не мешает но она есть сыр не мешает но он есть и они все не мешают друг другу но есть все ингредиенты которые находятся в этой пицце они реально сочетаются соус как я и сказал здесь на первом месте на втором месте здесь сыр на третьем месте когда уже откусывать есть ветчина и она все отлично балансирует это сдобрили приправами и соответственно шампиньоны здесь даже имеет какой-то вкус да они крупные реки и выпускают свою жидкость вкусно дужки пицца конечно был прям вау если здесь был красный томатный соус это было бы невкусно да абсолютно не вкусно а так это прям топчик нормально острота какая-то появилась пикантность думаешь это приправы типа поливики на мэйби пицца до лайк еще лайк нормально лайк а следующий пакетик сухари о что-то у тебя здесь потекло вот оп опа течет и здесь еще что-то и салфетки они не положили они же не кладут больше салфетки потекло пати привет здорово патинь были кстати платья клёво и я написал что на клёво камила спасибо за хлорофилл без него жить не могу здесь скорее всего у нас суп бекон и сыр стоит 70 леев и должен весить 350 граммов и 167 минус этого то есть упаковочка кстати пригольно упаковочка прикольно подождите вот это за сколько за 70 леев нет вы чего 350 грамм вы серьезно аж 350 граммов 70 леев эдис ты чего очнись а ложки где сразу же если человек захотел на обед заказать пиццу это вот и все у него нет зарплаты я люблю супы здравствуйте везут гене я люблю супы смотри упираться еще брохоли есть вот тянется смотрите верный сырный прям надо расти надо его немножко помешать чтобы сыр растворился но вы чего если бы вот это подавали вот в их этой булочке да это наверное стоило бы тебе если а так это не стоит 70 леев нет нет это не стоит 70 лей во первых из-за того что когда вот она вот она я я так подумал о же не уже сказал как только вам попадается кусочек с беконом этот становится супер соленая который перебивает абсолютно весь вкус этого сырного крем-супа самого сыра я здесь как бы не очень то и да как бы чувство опустили там знаешь в горячей думали что он растворится он не растворился он собрался вот собрал всех своих друзей пучок я имею ввиду бекона брокколи он собрал в один пучок ему когда мы ложкой макнули то был крем-суп и вот вот остальная часть брокколи я не чувствую на первом месте это бекон соленый который забивает соль первое место соль на весь вкус наверное вы еще и подсолили его но меня вот все что нет вообще нет нет ребята вы чего 50 это уже за глаза если вы заявляете о том что это сырный с беконом ты на первом месте должен быть сыр а не бекон конец соль это фуфу это не то но вот такой рубрика булгур чекен и паприка просто чекен и паприка до чекен и паприка 115 лев стоит должно весить триста сорок граммов что с вами 345 вместе с этой штукой и здесь что у нас мне кажется таки туда а это фарики соответственно выливу супчик на то же соленый за подливу с курицей с грибами сколько 115 да вы чего кто у вас там маркетинг директор того что в шпинат по-моему ну выглядит оно интересно то здесь вот паприка прямо видно красненькие вот эти вот точки их много 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 нет марок вот так на вот так хорошо давай да назовем это так а что что я попробовал только что можно забыли что добавить на листов кубер и не знаю да реально похоже на что-то такое тайское вот если было бы с рисиком куриная грудка сразу сухая вижу что сухая даже она в большом количестве соуса но она прям не расходится не как боже 110 115 15 левы же сумасашка просто вообще зачем это делаете зачем кто это будет есть что здесь дорогое что сливки грибы здесь дорогие что дорогое здесь шпинатик почему 110 почему 110 115 она пресная да никакое просто блюдо это подливка блин которую можно налить с картошечкой там или с этим вот и в целом вместе с рисами с картошечкой или с макаронами это должно стоить не больше 70 лет не больше просто вообще 115 лет куда зачем вообще кто эти люди кто приходит есть вот это за 115 кроме ну не знаю там шефа я когда увидел большое количество паприки я подумал что здесь будет может быть какая-то душистость потому что паприка она не дает остроту да она не дает пикантность она не дает именно душистость особенно если это копченая паприка добавляя ел какое-то блюдо блюдо приобретает какой-то интересный аромат она не только приобретает цвет здесь потушили в паприки и все нет ее просто добавили в эту подливу которая очень жиденькая поэтому и развилась да не загустилась она не добавили крахмала или не добавили муки не знаю курица тоже не обладает каким-то особенным вкусом какими-то приправами не знают для меня это пресно наша постоянная рубрика говно писячее она как будто вот незаконченное блюдо еще и запачкала весь стол на следующий пакетик здесь много всего что-то непонятное что-то еще более непонятно 3 ничего не написано почему ничего не написать много места взяли написали салатик там здесь такая штука соус дальше здесь скорее всего шашлычок и здесь а салат здесь то на что я бомбил пока делал заказ пеппер брускетта которая должна весить 350 граммов и стоит она 105 леев брускетта брускетта 1 1 105 леев 337 недовес уже здесь вы можете просто от бога просто хлебушек хлебушек то 5 лев то есть вы добавляете 5 лей и берете пиццу я бы вкусную большую которая весит больше чем полкило здесь хлебушек до авокадо моли макамоле или авокадо сейчас мы посмотрим на глупо моли она не похожа совсем я яишка взбитая яишко скром и вкусные перчик перчики которые мы хвалили в прошлый раз потому что они реально вкус ну подожди еще добрый зачем-то вот сверху проростки причем очень большие проростки уже получается гороха обычно кладут намного меньше и они какие-то уже не очень-то и свежий и убрал 30 вот вот они как бы не свежий потому что горошек когда свежий он вот такой вот но надо отметить что на доставку это не привезут до за этим нужно еще ехать непосредственно в и поэтому сейчас на мягкость хлеба мы не обращаем внимание мы обращаем на общий вкус держи это не кокамоле это авокадо с лимонным соком смотрите на хлеб друзья вот такой вот он супер зажаренный хлеб вот такая вот штука там еще филадельфия или что это лука что добавка да еще добавили то есть еще какой-то вкус перчик отдельно соли нет вообще они поменяли перцы они кислые раньше они были вкусными я хотела насыщенный вкус перца сейчас он кислый ну что не замариновали может быть скроб . не соленая я бы на вашем месте подсолил бы яички готов каша за 105 лет до это пресно это пресно вот так же пресно как получается вот эта курица с паприкой во вкусе два ингредиента у меня это хлеб кислит и это перец кислит у меня только один вкус филадельфии потому что там нахрячили просто как не знаю я просто люблю так много не до конца это все как чем по вкусам здесь яичница болту не знаете тут наболтали всего да и задумай что будет вкусно зачем здесь яйца не знаю зачем здесь столько сыра филадельфия не знаю зачем здесь столько лакомоле ну так называемого кдастом чем вы сделали не знаю зачем здесь такой перец сделайте хороший вкусный перец блин за 105 леев усеред за один бутерброд 105 леев один бутерброд даже в хорошем среднем ресторане в италии за брускетту одну 5 евро не просит вы серьезно а это чуть больше даже чем 5 евро но сам по нынешнему курсу да это больше вы серьезно эндис придите в себя пожалуйста особенно поговариваю что у вас еще и свое производство учился в наглели что яичко но сколько здесь два яйца два яйца да какая разница сколько здесь два яйца немного авокадо это хлеб тоже сами пекут себестоимость этого бутерброда удавать так на вскидку от 30 до 35 леев умножить на 260 но не 105 пребирать на прям очень салат каприз стоит 85 лейтс добрый каприз должен весить 350 грамм 369 коробкой окей нормально плюс-минус парам парам-пам-пам надо сказать о том что капризе салат который изначально должен быть все время свежий все в нем свежо свежая моцарелла свежие помидоры свежие приправы свежие сделанный приготовленный соус песто песто пахнет песто да пахнет песто вот но очень странное песто здесь фракция очень большая именно фракция большая орешков да скорее всего сами делают бальзамик и я не заливку масло есть там нету ну в общем как это давай полетели с собой помидором было я попробую все сразу помидорки свежие пусники мне нравится это вкусно моцарелла такая сладенькая вот это тоже бишь соус песто насыщенный по вкусу до фракции его орешков большие дар бы измельчить чуть но он прям такой длинный список вместо да это вкусно и базилик на первом месте базилик да вкусненько очень вкусно кстати свежо вкусно 85 лей нормально может быть нет че дешевле да ну допустим ну то есть здесь нету придирание прям да здесь ко всему ко всему только плюс да ну честно вот ребята вот капрезы простейший салат просто все свежие и брускетта так кусок хлеба вот вот это навалите на кусок хлеба это будет дешевле стойте вкуснее чем то что вы придумали идея между прочим на просто взяли брускетту навалили помидором но и все готово уже на это не моцарелла это какой-то ну может быть да какой-то другой сель не знаю но вкусный очень вкусный салатику зачет но табели шашлычок куриный лето время шашлыков куриный шашлык стоит 120 лев должен весить 600 граммов 562 грамма с упаковками с упаковками 560 маркетинг здесь у нас чуть-чуть салатиков с соусом да мы как-то пробовали у них или на обзоре не помню ты готов ой какие интересные грибочки и за сладком соусе маринованные грибочки пахнет огурцами грибами и вот с этой стороны чуть-чуть приходит запах курицы но не такой чтобы сильный и соус чесночный ты хочешь короче яхт да ты пробуешь по отдельности всегда я пробую вот такой вот один гриб и вот такой вот обычный гриб из банки кстати обрати внимание шашлычок там намазан шашлычок да чуть-чуть намазан соусец сделано это на шпажках здесь видно отверстие это голень ну по вкусу вкусно мясо прямо отлично даже такое ощущение что дымок может быть отлично приготовленный холодный холодный салат надо это сахар салат холодный это картофельный салат всегда огуречки ням-ням круто да да это прям лето но грибочки я другие положил мэби за 120 лей 120 бруски это 105 кстати да подам и да бакей недовес без проблем но это прямо наездся одному вот как я человеку который весит 92 килограмма вот это вот с головой 105 брускетик а его не хватит на завтрак ты соусом дел так прям прикольно свежим она с бальзамиком нет это соевый соевый с бальзамиком как раз под предыдущими видео писали о том что покажите как вы едите вот мы показываем когда пожалуйста можем к вам прийти поесть не задуманно вот так вкусно уже питану достаточно толстенькая такая соус дополняет соус дает уже зеленушечка ну допустим за это бы я заплатил 120 но я бы не гласа это мои вкусы это все просто здесь нет ничего сверхъестественного чтобы сказать что это блюдо уникальнее чем но это сделано с душой я бы сказал так да допустим мясо приготовлено заправлено правильно супер отлично такое ощущение даже как будто на мангале сделаны где-то ну даже новую гривницу купить запах запах дымка салатик окей единственное что гриб с грибочками что-то сделать потому что они безвкусные просто кислые вкусы грибов нет да согласен что отдельно грибочек зеленюшка супер соус отлично 1 5 ты мало не хватает да может положить 2 но за 120 лев это оправдано а про вот здесь логично оправдано но опять же по сравнению с тем что было до этого они в целом жизни что вот это 120 вот этого 120 а вот это паприка 115 ну серьезно 5 лей маркетинг во фуф ты знаешь я уже такое поднял да и не завтракать и вообще давно эндис нам денег не заносил да кстати да 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 скажем ну никогда на десерт у нас над карамел кейк 170 граммов должен весить 233 и 60 лейв он стоит тоже вопрос к эндису на сайт заходишь как бы название на английском не на почему нельзя перевести его орехово-карамельный торт ну зачем его переводитесь изначально он такой просто напишите на английском тогда раз он американский я не слышу хруста безе 60 лейза десерт же ты меня знаешь да за хорошие десерты да можно было отдать очень много денег что такое хороший десерт для меня первую очередь это уникальная хорошая сильная классное качество ингредиентов второе это сочетание и третье это шоколад то есть для меня вот эти три позиции должны были десерте если три позиции эти есть десерте значит я считаю что это идеальный десерт за которые можно заплатить любые деньги сейчас я попробую твой любимый торт детства на плен сказка течи молоко пишите ваш любимый торт комментарий да будет очень интересно кстати если вы напишите ну прикольный торт мы кстати можем делать обзор на торт ну вот именно торт и сказка на нашу вообще абсолютно не подожди я снимала с викой мы сравнивали киевские торты опять же но мы сравнивали а здесь мы можем взять как быть пойти в номер один и взять торты а вы заметили что мы живем кстати очень вкусный десерт вернее как очень неплохой десерт я бы сказал вкусный нам больше вкусный чем не вкусный шоколад сверху качественный да хорошим дальше у нас идет какая-то прослойка вот из этого белого крема я не могу понять что это мне кажется сливки на сливки отлично до хороших коржики мягенькие пропитаны там дальше идут орехи хоть хоть здесь и во вкусе преобладают грецкие орехи но тут еще есть да на меня это не отталкивает никак я не люблю грецкие орехи потому что детстве и упал с орешника очень больно а причем без орехи я за орехами лез и упал вот по и после этого не ем но меня это не отталкивает это вкусненький десертик за 60 леев винда положь пожалуйста кофе очка вилочек с чайчиком зелененьким там все прям идет что для тебя сегодня оказалось самым провален джей да сушил артуру номер мне кажется что тебе мне в твоей передаче глупо задавать вопрос потому что мы уже настолько сильно притёрлись в этом плане уже по вкусам что я скажу что нера и ты и я будем согласны с тем что цена-качество не давай так вкус до сначала вкус так по вкусу постоянная рубрика закос на миллион попробовали на 20 лей называется курица в паприке первых это вкус прям вообще ни туда ни сюда ни туда ни сюда это ничего необычного ничего непонятного даже если бы это стоило 40 лет я его тоже не понял я бы попросил гарнир дополнительный рис рис согласен наверное так по вкусу а вот что тебя не оправдал а у меня не оправдала вот это вот ну вот ну я так и хотел сказать ну просто выбор крем-суп сырный сыра не чувствуется чувствуется только соленый бекон он чуть-чуть подаст к дай-ка я попробую но надо отметить что мое блюдо намного дороже окей сама ли но на самом деле вот вне всего вне всего вот вкус невкус цена не цена это брускетта это вот меня бомбило до того как я заказал потому что увидел на фейсбуке пост причем они удаляли пару раз вот они повесили потом удалили опять повесили удалили типа новинки я увидел эту брускетту я такой ну как бы перчики мы помним сэндиса вкусные добавляли вкусы было интересно я говорю окей сделали если она будет стоить там леечка в 60-70 как мы и сказали ее можно заказывать брать и наслаждаться вкусом тем более что там еще и авокадо и яйцо 105 лет я когда заказывал честно я не хотел его заказ хлебушек не хрустит все как-то вот это вот во единую массу да слушай ладно хлеб ну окей понятно не доставку не доставляют можно только предзаказ что человек пришел забрал и тогда или там к примеру вы приходите там алякар садитесь за стол вам приносит вкусный брускет но мы же не говорим даже за этот хлеб мы не говорим даже за состав который вы там придумали мы говорим в целом за вкус нет хлеб вот как я повторюсь вкус хлеба и вкус перцев все окей и не вспоминать а топчик а он есть конечно и и такой топчик что я прям ну такое у меня ерзаю на стуле знаешь давай так ладно давай по-честному разделим я считаю что салат капрезе идеала свой за свою цену и за качество идеальный салатик мне нравится я бы его конечно чуть досолил это по мне да я бы ему немножко еще бальзамика добавил но это только по мне но в целом очень хорошо очень хорошо салат капрезе для меня идеален на 97 процентов подобрали 3 процента это непосредственно фракция этих кедровых орехов канутила перемолоть чтобы они не так попадались мне нравится такой соус теста а на сто процентов сегодня что мне понравилось это пицца бьянка самое первое что мы попробуем все ингредиенты отлично сочетаются тесто которое вот уже придумали сколько-то полтора года уже у нас но это круто выдержанная отлично даже то что она сделана в электропече есть все равно она вот реально это пицца ее можно сравнить спицей который из печи дровяной то единственно что я нарезать до сих порно 4 они на 8 кусочков во многих других местах вот пицца бьянка 110 леев полкилоиды полкилоиды вуаля 340 за 115 я согласен с натур с тобой на миллион процентов и к этому всему я бы еще добавил шашлычок ну нет только шашлычок вот грибочки и шашлычка холодный салат не добавил мне всем соусом и в пяти вот так вот зеленухой супер шикарно мне кажется мы сейчас вообще прям придумали как это все компоновать они должны вы все видели сами внешний вид громовку вкусовые качества оценил же не я верю нам не верить это ваше личное дело мы платим наши деньги для того чтобы кушать вкусно и показать всем вам где стоит заказывать а какие места лучше обходить стороной и какие блюда лучше вообще не заказывать потому что деньги на ветер запуске от а сегодня мы правду сказали на 665 лет будет хотим больше хотим больше хотя если вы хотим больше то что нам нужно сделать вот такой вот пальчик там нажать если не понравилось что-то вот даже если ставьте палец вниз но обязательно в комментариях напишите что вам не понравилось где мы не правы и что нам нужно живите поменять помните о том что каждый из вас может помочь развитию нашего канала ссылочки в описании карточка patreon донат как вам удобно скидывайте туда даже один доллар как бы помогает спокойно вообще спокойно и хотя бы они из нас проплачивать не будет тогда за то что вот мы говорим правду о нем ну а я хочу добавить что как всегда если вы кушаете из идеально вкусную еду на нее не жалко денег вообще если еда не вкусная на нее жалко даже один день всем пока